Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, явленные к нам! Слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя! Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за сей день! Ты позволил нам опуститься в это место тьмы и мрака, злодейства и прелюбодеяния, где люди забыли, что они человеки. Помилуй нас, Господи! Они устроили Содом и Гоморру из этого места, и Содом и Гоморра были сожжены огнем Божьим, так что и праха не осталось. Это же будет и со всеми, кто сегодня прелюбодействует, лжет, сквернословит, курит, пьет, наркоманит. Им нет спасения, пока не уверуют в Господа нашего Иисуса Христа, не примут эту любовь Божию, жертву за наши грехи. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, Боже наш! Иного Бога нет, кроме Тебя. Мы славим Твое всемогущество. Спаси нас, Господи, и помилуй! Спаси и сохрани! И открой уши людей, чтобы они услышали о любви Твоей. Ибо все тленное исчезнет, как прах, как дым, и как пыль в вихре ветра. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милости Твоей полна земля! Ты дал человеку время, чтобы человек нашел и прославил Тебя, Господи! Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй! Прости и благослови! И сохрани наследие Твое, верующих Тебя! Этот виноградник насадила рука Твоя, Господи! Как многие не знают Тебя! И с чем они предстанут перед лицо Твое? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Ибо не послал Бог Сына Своего в мир судить мир, но чтобы мир спасен был через Него! Всякий, делающий доброе, идет к свету, дабы явно были дела Его, а делающий злое не идет к свету, ибо дела Его злы! Ибо всем нам надлежит предстать предсудилище Христово после смерти, чтобы каждому получить то, что Он делал, живя в этом теле, доброе или худое! Господи, слава Тебе! Коснись сердца правителей, устраши их, дай им покаяние за все, что они делают, ибо с начальствующих будет строгое взыскание! Будь милостив, сохрани их от покушения на них! Господи, вразуми, чтобы издавали добрые законы, дабы народ мог достойно прожить, дабы было еще уделять нуждающимся! Аллилуйя! Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана! И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет! Господи, научи насценить это мирное время! Ибо слово Твое предупреждает, что грядут грозные события на землю, когда третья часть человечества сгорит в пламенеющем огне! И три с половиной года будет один царь на всей земле! Помилуй нас, Господи! Помилуй нас! Аллилуйя! Великие грозные пророчества сбываются на наших глазах! Спаси нас, Владыка, и помилуй! Спаси и сохрани Господь и Бог наш! Коснись сердца каждого человека! Привлеки его с Тебе! Наполни уста благовестников Духом Твоим Святым! Дабы огненные слова коснулись сердца людей! Господи, защита наша! Ты единый вечный Бог! Кроме Тебя нет иного, Господи! И люди, как мошкара, пролетают мимо, и от крестного знамения они падают в обморок! Сатана раздел их, как бесноватых! Аллилуйя! Господи! Прости! Благослови! Найди новые души, обрати их на путь спасения! Если не Ты, Господи, то кто их найдет? Этот Содом и Гаморра, готовый к сожжению! Кто здесь собрались и чем они занимаются? Одежду сбросили! Показывают половые органы, совокупляются, и все это открыто, как было в Содоме! Горе ждет нас! Помилуй нас! Мы пришли в это место, чтобы возвестить о гневе Божьем, грядущем на все беззаконие! Господь сказал, будьте святы, как я свят! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Честь и поклонение! Слава и благодарение! Прости, помилуй и благослови! Ты сам сказал, Господи, Ты есть путь истины и жизнь! И никто не приходит к Отцу, как только через Тебя, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй нас! Хвала Тебя, наш Спаситель! Ты пролил свою причистую кровь на Голгофском кресте и сказал, Всякий верующий получит жизнь вечную, верующий в Тебя, Господа, кто примет жертву Твою! Не верующий не увеет в жизни, но гнев Божий пребывает на нем! Нераскаянный гречник будет вечно мучиться в Гиенском озере, где серый огонь и черный умирает, огонь не угасает! И ущество и силы их сегодня решает этой коротенькой жизнью! Прости нас, Господи! Прости! И благослови! Исправь путь наш! Возвысь Святую Православную Церковь! Даруй покаяние всем, кто верит в Тебя! Истинное рождение свыше! Патриарху, епископам, священникам и всем прихожанам! Господи, хвала Тебе! Мы ждем Тебя! Ей гряди, Господи Иисусе! И дух и невеста говорят, приди! И слышащий эти слова да скажет, гряди, Господи! Мы ждем Тебя, Владыка! Слава Тебе! Велик Господь и Достохвален! Псалом 118 из 27 стиха Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих! Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему! Удали от меня путь лжи, и закон Твой, Господи, даруй мне! Я избрал путь истины, поставил перед собой суды Твои! Я прилепился к откровениям Твоим, Господи! Не постыди меня! Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Мы благодарим Тебя за Тое долготерпение, что дал нам новый день, которого никогда еще не было во Вселенной! И с чем мы предстанем перед Тобой, Господи Боже наш? Я прилепился к откровениям Твоим, Господи! Не постыди меня! Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое! Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держать все его до конца! Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем! Поставь меня на стюзю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее! Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти! Отпрати очи мои, чтобы не видеть суеты! Животвори меня на пути Твоем! Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения перед Тобою! Отпрати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи! Вот, я возжелал повеления Твоих! Животвори меня правдой Твоею! Да придут ко мне милости Твои, Господи! Спасение Твое по Слову Твоему! И я дам ответ поносящему меня, ибо уповая на Слово Твое! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному! Создай у меня, Господи, помилуй меня! Бесчиславе Ты грешил, Господи! Прости меня, грешного, и помилуй! Мы верим, Господи, что Ты послал нас в это место греха, тьмы, мрака, прелюбодеяния и злодейства, дабы люди услышали о любви Твоей! Из этой жизни не устроили Содом и Гоморру, которые были сожжены огнем серным! Это же ожидает и тех, кто идет путем к тем! Помилуй нас, и очисти страну нашу от мужеложества, скотоложества, от всего Бога противного, табака и алкоголя! Избавь народ русский от этой беды, которая отравляет ее правители! Пощади и помилуй, Владыка! Ты так близок призывающим Тебя! Ты живой Бог! И отвечаешь на живую молитву от живых воскресших из мертвых христиан, у которых прошлое Тобою прощено! Ты даешь силу исполнять заповеди Твои! Ибо Ты сказал, первая заповедь, возлюби Господа Бога Твоего всем умом Твоим, всей душою Твоей, всей крепостью Твоей! Слава Тебе! И вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнюю, как самого себя! Хвала Тебе, Господи! Радостную весть о воскресении Твоем дети Твои несут! Избавь нас от всего, что разделяет народ, от ереси и сектанства, и возвысь в Святую Православную Церковь! Как много в ней недоброго, и сребролюбия, и маловерия, и искажения таинств, и симонии! Очисти ее! Она Тобой основана! И прости нас, Господи, что у Тебя истины, столь неистинные служители! Пощади! Помилуй! Мы при жизни осознали это! Мы просим Тебя, Владыка! Слава Тебе! Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Господу Богу нашему, слава! Добрый день! У Вас вопросы какие-то есть, нет? А Вы на них сможете ответить? Конечно! Я занимаюсь этим 56 лет! В университетах, по радио, телевидению! Замечательно! Как Вас зовут? Игнатий Лапкин! Я Вам сейчас покажу, как Вы прочитаете правильно! Это наши ресурсы! Во свете Библии, это YouTube! Если поставите слово сайт, будет сайт! Во свете Библии форум, форум! А вот и по скайпу поговорить! Мои фамилии, имя! У нас 14 тысяч роликов только! Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать! Я был 45 лет начальником детского лагеря, по милости Божией! За слово Божие мне пришлось заплатить пятью тюрьмами! И только в 87-м году освободился последний раз! Теперь реабилитирован и снова понес слово Божие! Империя зла и лжи рухнула! И еще нет! Да, еще остатки, еще коммунисты у власти! Еще не нахлебались крови! А сделали злодеи, что больше Гитлера в тысячу раз, наверное! Тот своих не уничтожал, а этих своих! Почти 100 миллионов ушло в землю! Что интересно, Дмитрий Иванович Менделеев предсказывал, это комсомольская правда на развороте показала, если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня 650 миллионов! Полмиллиарда сожрал змей лысый! Полмиллиарда! Только за перестройку 120 миллионов абортов! Русская нация самая быстро исчезающая с лица земли, она никому не нужна! При таких сокровищах столько Бог дал земные ресурсы и живут, концы концами не сводят! Вот у меня 35 лет стажу рабочего! Рабочего! А пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки! Разворачивайся! Но мы благодарим Бога, не ропщим! Я просто сказал, что правители не думают о суде Божьем! А депутат получает минимальное 500 тысяч! Там показывает один, у него каждый месяц 30 миллионов! Учителя, самая низкооплачиваемая каста у нас! А кто руководит Министерством культуры, 3 миллиона в месяц! Так у него что, 100 ртов? Мы должны это видеть и молиться за них! Нам не дано выходить на улицы с Навальным, митинговать! Нам ничего не даст! А молитва еще даст! Я не знаю, что она даст, но Бог повелел молиться за старей за начальствующих! У нас отец пришел вот так, руки нету, до плеча! 10 ребятишек, 5 сыновей, 5 дочерей! Беднее нельзя было жить! Весной из-под плуга, мороженая картошка где? А та наша! Лебеда! Все толкли ели! Ни одного больного нету! И никогда не слышали, чтобы они роптали на власти! Похулили и что! Вот удивительное дело! Мне вот 80 лет, я еще ни одной таблетки не съел! А меня вывершено! Меня еще только со мной не делают! 26 лет меня гнобили вертели! Это Бог делает так! А которые были против, я еще не вернулся из заключения! Прокурор уже умер! Молодой следователь умер! Никого нету! Это Бог так делает! За страдания, за все он продляет и жизнь, и разум оставляет! Вот вы если зайдете, вот здесь вот я вам показываю, сайт во свете Библии, легко запомнить, там написано аудио и видео, вы там увидите наши о нас фильмы государственные, занявшие первое место на международном конкурсе и главный приз в России взявшие. Это о моей биографии. Почему? Людям это понятно. Если жить, то надо жить интересно, даже в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным. Вот я начальник детского лагеря, представьте, образовал лагерь, один на всю страну такой православный, 45 лет, тысячи детей поднять пришлось, ни рубля государство не дало. За 45 лет только гнобили, давили, и все это у нас отображено, как дети мы забаррикадировались, на крышах стоят, а они нас разрушать пришли. И дети с плакатами, коммунисты, людоеды, займитесь своей душою, руки прочь от лагеря Стана. И мы выстояли, почему? Господь с нами. Наши дети уходят в армию, ни один не попадает по дедовщину. Вот уехали кто за границу, и оттуда пишут, говорят, если добрые воспоминания о России есть, только ваш лагерь, где мы были. В какой свободе, познавали природу, все дети учились делать. Приезжает ребенок, 11 лет законченный наркоман уже, уезжает, он даже забыл, что с чем был. Это Бог делает, почему? Каждый день молитва, до шести раз купание, игры, ягоды собираем, их учили по деревьям лазить, плавать, на лошадях кататься. Они все у меня умели. Я спрашиваю любого комиссии, пресс, кто изобрел мобильный телефон. Ни один не ответит, а дети кричат, Мартин Купер, мы за него молимся, как он изобрел. Я говорю, а интернет кто? Не знают. Не знают, прокуратура приезжает, а дети говорят, Тим Бернерс Ли, это он сделал, мы за него молимся. Вот как. Спрашивает, кто губернатор, все знают, кто Карлин Александр Богданович. А кто премьер-министр? Медведев Анатолий Дмитриевич, там Дмитрий Анатольевич, кажется. Вот дети должны знать это. Мы не пензенские затворники. Первым делом на пустыре построили храм, школа государственная, интернет. Но дети не слышат ни одного мата. Они идут, Христос в воскресе, знают, как поприветствовать. Это Алтайский край, Мамонтовский район. И мы ничего не скрываем, никаких составных там частей не выбрасываем, так как есть, так и ставим. Я вот пришел в эту редку, потому что здесь бездна греха, садом, чтобы людям рассказать о Боге. Другие скажут, и что слушают? Слушают уже, сколько людей нашли. Вчера интересно был. Я только хотел ему показать. А он говорит, Игнатий Тихонович, не надо, я на ваших форумах, на вашем ютубе уже сколько лет бываю. Да мы с ним проговорили полтора часа. И уже сегодня я выставил этот ролик. Вот зайдете с себя, с себя увидите, как мы с вами разговаривали. Да. У вас только туманно почему-то так. Стекло такое или что? Свет сильный? Свет, наверное. Нет. Нет, 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 так совсем не видно. Назад верните. Вот так лучше всего. Благословен Господь, даровавший нам Святую Библию, Откровение. Вот сейчас только я разговаривал с мусульманином. Они ничего не знают. А вот кто такой пророк? А кто такой Христос? Тебе ли судить о Христе, когда ты не Христ? Что ты судишь-то? Если я его, я его знаю. У нас Библия. А вы пришли на 600 лет позже, и теперь все неправильно. У вас откровений-то нет никаких. А он мне говорит, что вот у нас тут написано больше. И где в вашей книге больше? Я на него целый том написал, разбирая суры, аят. Да, ты, да, единый. В сравнении с Библией, ну, даже нельзя сравнивать. Это детский лепет. Христос умер за нас, у нас Спаситель. Где ваш Спаситель-то? Все. У нас Христос главный-то, а не баран, на котором ты едешь. Благословен Господь. Что, у вас никаких вопросов нет? Да, я не знаю, вопросы-то есть, но... Ну, да, давай, другой раз возможности не будет ответить. Задавайте, любой. Да, а что-то не приходит. Да, вот тут и оно. У меня интересно. Я одновременно в пяти университетах вел занятия, а вход-то свободный. А в самом университете 21 тысяча студентов. Это очень большой контингент. Знаете, что могу, даже не вопрос такой, а вот, может, как-то вот на это можете ответить. Я несколько раз во снах бывал в аду. Прям шел по нему, знал, что это такое, где я нахожусь. Ну, и там некоторые вещи делал, в общем. Вот так вот могу сказать. Ну, знаете что, сны трех родов бывают. Я вам подробно объясню. Один сон – это от Бога. О чем говорит Иоанн Касьян? Если ты видел там распятие, крест на 100%, это от Бога. Если ты крест не видел там, то это может быть от дьявола. Дьявол навевает, показывает разное там. И третье – от нашего обжорства и забот житейских. Три. Если ты только налопался, лег спать, у тебя во сне будет слон на животе стоять. А если ты веришь в Бога... Дело в том, что вот я, когда там нахожусь, я оттуда постоянно выхожу какими-то путями. То есть открываю двери, захожу в комнату, через какое-то время я открываю двери, эти же, и уже я нахожусь в другом помещении, совсем выхожу из этой комнаты, допустим. Вот так вот получается. Знаете, что это от сатаны. Потому что в Евангелии от Луки, 16 глава, говорится, был некоторый богач, и пиршесов блестательно. Был некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, все тело у него лопалось, лопалось, и псы, приходя лезали из струпи, его ему никто не давал. Умер нищий, и отнесен был ангелем на лун Авраама. Умер и богач, и похоронили его. И там, будучи в огне, мучимый, он увидел Лазаря на луне Авраама и говорит, «Отче Аврааме, почти Лазаря, пусть он, конец, перста, перста, омочит и проходит язык мой». А он говорит, «Щада, вспомни, ты получил доброе в жизни твое, а Лазарь злое. Ныне он утешается, а ты страдаешь. И кроме того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящий оттуда к нам не переходит, и отсюда к вам не переходит. Никто никуда не выйдет. Никогда, это навечно. Возврата нет, никакой реинкарнации нет. Человек, если умер, попал в ад, там и будешь ты гореть вместе с дьяволом. Притом конца мучениям нет. Это вообще, это один ужас. Сказать только, и все это коротенькой жизнью сегодня человек приобретает. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна 3, глава 36 стих. Другого нет. А вот еще скажу, из тех же снов, что на это скажете. Вот я, допустим, зашел в одну комнату, да, все там же. Мне предстояло выбрать одну вещь какую-то, которую сокрыли. И сокрыл, и сокрыл. То есть я вот зашел в комнату, да, там было два беса, которые сразу на меня накинулись. Ну, они не начали меня рвать, они начали спрашивать меня, почему у меня вот это вот так вот, вот это вот у меня такое вот, допустим, ну, со мной вот так. И на печи там сидел демон. То есть бесы-демоны это разные вещи. Нет, это одно и то же. И шайтан, это одно и то же. Демон сидел на печи, а вот один из этих бесов, я его узнал, понимаете, я его видел здесь на земле, понимаете, вот так вот скажу. Я его на земле здесь видел, а когда мне этот сон был, что я в аду, я этого беса в аду узнал и сказал, что он похож на одного моего знакомого. Вот так вот. Это серьезно, и в реальности этот человек живет. Это сны, нигде вы не были. Это сатана картины рисует и показывает такой формат. Вы нигде не были. Лежали на кровати, а он картинки рисовал, а вы воспринимали. Ложились без молитвы. Я понимаю, что это было во сне, я так понимаю. Ну, вы понимаете, что вы ложились, а ни правила вечерние не высчитали, ни Евангелие. Если так, не знаете, что в церковь, наверное, не ходите. Не исповедуетесь, не причащаетесь. Сатана крутит вам мозги-то как хочет. Это дьявол вами играет. Верящий снам – это то же, что гоняющийся за тенью. И сны многих вели в заблуждение. Иисус Сарахов 34 глава говорит. Вот какое дело-то. Нельзя верить. А то сонники разгадывают. Все это обман. Не-не-не, ну сонники – это не всегда. Я просто, я иногда сны понимаю, так вот, допустим, приснились мне мертвые, допустим, к перемене погоды, там, как по-старому, да, говорят. Ну, мужик, ну перестань ты, перемена погоды, там, да ты только заряди здесь слово «П», поставь, уже погода есть. Вперед на один месяц, говорят. С чем занимаешься? Да я знаю, вон я. Так покайся. Постоянно погоду эту смотрю. Покайся и иди в православную церковь, сходи на исповедь. Вот что ты бредни какие-то собираешь, говорят, бредни пьяных старух. Зачем тебе? Ты уже из этого выйти не можешь, ты уже привык этим жить. Вырвается уже сатана, он приходит, тебя уже заковал в эти оковы. А вот сон, сон. Ты в это время лучше бы книгу хорошую почитал, а лучше всего Евангелие. У тебя же сейчас коснись, а в руках не держал. Что ни скажи, ты не знаешь. Я тебе говорю, а ты даже не знаешь, правду я говорю или не правду. Написано это в Библии, не написано. А Библия это главная книга, вот она какая. Вот она, ты в церкви можешь ее купить. И вот тебе некогда будет тогда этой дурью-то заниматься. Ты каждый раз ложиться, написано, мы ложимся в постель, как в гроб. И смерть рядом предстоит. Смерть. Мы можем умереть во сне. И все, без покаяния в ад сразу человек идет, в огонь. А я вас не видел, ну еще что-то кому-то, да и сам не знаю, что ты видел. Есть такой фильм, вы можете посмотреть. Сбежавший из ада. Сбежавший из ада. Вот, посмотреть надо. Как врач один не верил в Бога, а потом сказал другим, и себе инъекции ввел, чтобы умереть-то. И душа оказалась в аду. Ну это фильм. Но там много такого, что касается его. Сбежавший из ада. Он хороший человек. А в аду, говорят, тут много хороших. Тут не все плохие. Все зависит от того, верил во Христа или нет. Исполнял ли его заповеди, заповеди любви. В этом все для человека. Вот вы думаете, вам сколько лет? Тридцать один. Мне восемьдесят. Ну представьте, я на полвека старше вас. Что тут говорить? Да у меня жизнь-то не похожа на другую. Как я прошел, какими путями, что у меня за плечами. Я скажу, без Бога жизни нету нигде. Я столько смертей видел. А меня Бог провел. Я живой. Еще у меня три голубятни. Я с голубями вожусь. С ребятишками. На велосипеде гоняю. 80 лет это не 20, не 40. А почему? Бог. Господь укрепляет. Я еще ни одной таблетки не съел. А старики, да вот денег нет на лекарства. Они не нужны. После 60 лет к врачам не надо ходить. Тебе легче дать укол, как собаку усыпить, чтобы ты не мешался. Тебе пенсию платить. Поэтому не лезь куда не надо-то. Ну другое дело, там упал, сломал руку, ногу, там язва какая. А просто так, что-то недомогая к врачу. Ну-ка, еще тебе врач ждет, она сама больная. Ты надеешься на Бога. И скажи, Господи, я в твои руки вручаю свою жизнь. Распорядись ею. Я слушаю, что ты скажешь. Вот представь, что у меня вышло 38 книг, и мы их разбезли от Владивостока до Лиссабона. Я подарил 650 городов, больших сел, подарил в дар. Мои книги видели, библиотеки стоят у Путина, в Москве библиотеки Ленина, в исторической, парламентской. Мне есть что вспомнить. У меня опыт-то какой. Я все это отобразил. На тысячи вопросов как отвечаю. Вот если зайдете здесь, и зайдете на наш сайт, вот «Восвете Библии» сайт. Написано «Восвете Библии» сайт. «Восвете Библии» это Ютуб. А если слово «сайт» добавите, сайт, форум, форум. Ну, это для скайпа, мои фамилии, имя. И там вы увидите вопросы-ответы, я отвечаю. 55 папок. 4124 вопроса, которые мне студенты задавали. Я много лет вел занятия в милиции, 5 отделов у нас в городе. Городской отдел и краевой, во всех. В воинских частях во всех. 13 школ. Даже заводы, фабрики. А вот скажите, перебью, извините. А вот вам самим сны снятся? Снятся. Снятся? Час, каждый день снятся? Нет, очень редко, но снятся. И снятся сны такие. Я просыпаюсь, и как будто я еще не проснулся. Как я во сне держал руку. Проснулся у меня так рука. А во сне я плакал, и у меня подушка мокрая. Я проповедую. Я встречаюсь с ректорами, с директорами. Во сне. Я преподаю в одном университете. Для меня это мало. У меня столько энергии. Я одновременно в пяти университетах веду занятия. И тут я во сне договариваюсь. Иду. Люди идут. У меня сон такой, что... Я как-то был, кажется, в Конго. И меня избрали. Я на английском языке им речь говорю. Подняли восстание. Пусть против меня. И теперь я увидел, где мне пришлось, как убежать где-то. Но Господь показывает просто. Ничего это не значит. Это значит, я живу этим. Я много лет занимался политическими вопросами. Да. Когда человек даже смотрит сон, он никакой у него. А я во сне проповедую. И вот так показываю. Вот написано. И глаза открыл. Рука так у меня поднята. И палец показываю. Во сне я раздаю квитки. Квитки, на которых всё написано. Кто мы, где можно найти, что. Но я во сне вижу, по карманам лезу, какие-то бумажки лежат. А квитков-то и не видать. Нет тут. Я не могу найти. Я сейчас вам покажу, какой квиток это. А на этой стороне у нас всё написано, где и что. Я не знаю, видно, нет вам? Ну, размыто, расплывчато. А вот так? А вот сейчас хорошо видно, да. Вот так. Так я стал, ложусь спать, и в карман кладу эти визитки-то. И как только положусь, на этого нигде ни разу сон не приснился. А вот просто так лежу, и я ищу, я знаю. Мне охота людям показать это. Придите на наши ресурсы, книги показываю. А значит, нельзя показывать там. Да не то, что нельзя, это сон. Сон. Ну, я понимаю. Вот если я с ребятишками был, когда на операции, тяжёлая операция была с позвоночником, у меня три грыжи, я на стройке работал. А люди-то лукавят, несёшь рельсу. Он поднял ноги, говорит, а я же не могу бросить, на меня уже двое-три тяжести ложатся, и раздавлено там всё. Ну, и мне говорят, вот когда вы были под наркозом, что вы видели? Так, интересует. Вот как мне это в рот дали, трубку такую, я отошёл. Я вижу, я нахожусь у себя в лагере, солнечный день, и там, где дети играют у нас в бадминтон, там, настольный теннис, сидят дети. И какие-то светлые-светлые юноши ходят и что-то детям дают. Я знаю, это ангелы. Я это вижу реально просто всё. И говорят, вот под наркозом был, память уменьшается. Я начал с него приходить, а ещё никто не знает, что я уже прихожу. А я про себя мысленно стал считать. Евангелие от Иоанна, третья глава. И стал про себя считаю. Не сбился ни разу. Маленько погодя, врач подошёл. Ну как? Да слава Богу. Давай меня за ногу там щипать. Чувствовать нога или нет? Не перерезали, но там сгусток нервов, позвоночник. Вот. Потом я маленько, чуть-чуть так отелемался, гляжу, губернатор края рядом стоит, врач, доктор медицинских наук, делегация из Германии. Они как раз посещали больницу и ко мне подошли. Как Бог сделал? А мы знакомы? У Бога всё вымерено. И поэтому, когда операции делали, до этого ещё одна операция была, я просил, чтобы без наркоза, я хочу пострадать, как Господь мой. А врач говорит, от вас это не зависит. У вас мышцы сами начнут сокращаться. А раз вы реагируете, я же не скажу, что я не чувствую. Я чувствую, но я готовился к другим быть человеком-то. Себя к этому готовил, испытания разные были. Нельзя это делать. Ну тогда я стал отходить уже на столе. А потом отвезли, и тут же пришли студенты медицинского института, а я немножко успел сказать. И когда я им говорил, в это время у меня боль-то самая главная, это где перевязано, там было отрезано, она почти вся прошла. Это Бог делает так. Я подошёл к операционному столу, меня привезли, там чуть не краном спустили. Настройки, тяжеленная работа, 40 с лишним градусов мороза. Мы в фонари на заводе ставим посерёдь, которые светятся голыми руками. И в это время, вот когда я свидетельствовал, вот, а тут перестал, я говорю, мне надо помолиться. А доктор, еврей Шойхет, Яков Нахманович, он когда-то мне операцию делал, он стоит, так руки поднял, у него перчатки вымыты, чтобы не задеть-то. И он потом мне рассказывал, он говорит, ну молитесь. Я на колени встал, встал молиться. А она стоит там, Матрёна, она зовёт Яков Наумович. Яков Наумович, ну сколько можно ждать? Тихо. Я помолился, он говорит, всё, всё, ну тогда ложитесь. Ему надо, чтобы у меня спокойно кровообращение работало. И вот Бог даёт таких врачей, это на диво. Утром приходят, приносят там манную кашу. Я говорю, сейчас нельзя, сейчас пост идёт. Какой пост? Я говорю, рождественский. Через пять дней пост будет, а сейчас пост. Ты что, вам отдельный готовить? Я не прошу, я пять дней и так пролежу. Ну они пошли, видно, там сказали. И гляжу, там что-то на воде с растительным маслом приготовили и несут. Заботливые, сёстры оказались. Я лечу из России в Америку, первая пересадка в Финляндии. Ну и дорога там стюардессы всё несут. Ну я английский разговаривал. Они подходят, я им говорю, у нас пост нельзя сейчас. А что можно? Ну я говорю, мясное нельзя, молочное нельзя, яйца. Вот три, а остальное можно. Они ушли. Вот я заметил, если они два раза подходили ко всем за дорогу-то, длинно, девять часов в воздухе, то ко мне подошли четыре раза. Они какие-то ягоды нашли, там, орехи лыщёные. Сами улыбчивые такие. 92-й год, сколько прошло, а они как перед глазами стоят. У нас как, дали тебе надо, жри ещё дали, ты что ты тут выкомориваешь. Я знаю как, она ещё и сморшится, что у неё даже шапочка сведётся. А там не так. Я в один магазин зашёл в Америке, ну там продавился, я говорю, а свадебные платья есть? Пожалуйста, проходите. Показал, они там широкая грудь разреза, у нас не положено, у нас вот закрытые. Вы зайдёте, увидите, как мусульманки. Я говорю, длинное, чтобы было, и вот так закрыто. Так посмотрели, такого нет, так. Вы только никуда не уходите. Так, Лос-Анджелес. А звонят с Нью-Йорка. У вас такие есть? Нету? Выхожу, нету-то. Так, подождите, сейчас в Чикаго позвоним. Я уже не рад, я и покупать-то мне не на что. Я просто спросил. И вот я увидел как. А у нас ступку продают, а пестика нету. Ну не кулаком же толочь, там мах там толочь или коноплю. Спрашиваю, а пестик-то где? А она разговаривает с кем-то. Далее берите, что есть. Ну как же я её возьму? Это же не кружка, это ступка. В ней надо пестиком. Пестик-то должен быть к ней. Замок продаёте, а ключа нету. Ну нету. Ну а как же я буду открывать-то его? Ну продают велосипед сейчас, ключей нету. Насоса нету, а его отдельно отзали, отдельно продают. Это же не государство никакое. Это мафия, это серебролюбие ужасное. Она давно, эта мафия уже тут, от неё никуда не денешься. Ну я верующий, поэтому я молюсь, и как-то Бог всё это делает. У нас тут старосты деревни, всякий инструмент есть. Что не надо, подошёл, сделал, приварил, прикрутил и вот так. Вот я держу голубей, где ты корму напасёшься? У меня в зиму только 70, а то не прожорливая такая птица. Тонны полторы надо зерна, отходы он даёт простой-простой такой. Ну у него небольшое хозяйство такое-то, где-то 36 коров там этих, и 450, кажется, гектар земли по доброте. А рядом у нас соседняя деревня, у нас знакомая, у него 6700 гектар. Вот как живут люди. 6700 гектар. Да, это вообще, как Рыбинский район наш. Да, 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 да. Вы в каком районе живёте? Красноярский край. Красноярский край, знакомые там хорошие есть. А вы не в городе живёте, в Красноярске? Нет, мы в Заозёрном живём. Ну ладно. Вот такое дело. Ну всё тогда, если вопросов нет, я за своё дело буду заниматься. Помолюсь ещё. Вас как звать-то? Саня. А я Александр? Да. Да помилует вас Господь Александр, благослови его, Господи. Чтобы Господь тебя сохранил от несчастного случая, чтобы ты нашёл Бога, ходил в православную церковь, никаким меритикам, сектантам не ходи. Там смерть. Да, я знаю. О, у нас тут бегали тут какие-то. Да. У нас, видите, вы зайдёте в храм, там неправильно, что торгуют, но всё-таки бывает во дворе, вы можете купить Евангелие, молитвослов узнать. Господь да пребудет с вами. До свидания.